Российское СВО идет по плану 200 тысяч двухсотых. Для понимания в афганской компании войска СССР потеряли 15 тысяч. В 13 раз меньше, чем Россия за один год на территории Украины. Фактически в так называемой СВО принимают участие две армии. Официальная от Минобороны и частная Пригожина. Последняя хоть и лучше экипирована, но выжить в ней нереально. Каждый боец просто мясо, которым закидывают позиции украинских военных. Если российская армия, ну хотя бы чуть-чуть, там есть такая штука, как взаимодействие, как взаимопомощь, то вагнеровцы, они воюют вообще без оглядки на какие-либо потери. Ну то есть типичная атака вагнеровцев, это там идет первая волна, ее косят из пулемета, вторая волна идет, переступает через трупы первых, идет дальше, не помогает раненым, ну то есть ничего такого нету. Никакой там эвакуации, никаких остановок. По оценкам экспертов, от 50-тысячной армии вагнеровцев осталось в лучшем случае 5 тысяч. Бывшие зэки, нынешние кумиры России, о которых ранее и не вспоминали бы. Теперь герои новостей погибшие героически. В их компании покоятся и вполне известные россияне. Вот, например, некролохный сценариста фильма «Битва за Севастополь». Сообщается, что Леонид Корин с 2022 года в качестве добровольца воевал в составе ЧВК «Вагнер». По имеющейся информации, погиб в бою 29 марта, но опознан был лишь месяц спустя по татуировке на руке. В компании вагнеровцев и рос чиновники. Погиб коммунист, депутат Верховного Совета Хакасии Дмитрий Иванов. В феврале он отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер». Геройский погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей. О том, что в Кремле в шоке от таких потерь, говорит статистика Американского института изучения войны. Там подсчитали, что с февраля 2022 года Путин 17 раз переставлял местами командующих войной в Украине. Там такой хаос. То есть там есть генералы, которые управляли СВО там 15 дней. Есть те, которые управляли три месяца. Ну то есть ни один генерал не сможет за 15 дней и даже за три месяца, он не сможет принять управление и полностью понять, как, что происходит. Ну то есть вникнуть в дела, что-то там оптимизировать, улучшить. То есть это говорит об управленческом хаосе. Это говорит о том, что Путин никому не доверяет. Это говорит о том, что вокруг него происходит там какая-то неимоверная борьба за хлебные места. И сама как таковая победа, как таковая война, кого мало кого интересует. Больше интересует, ну скажем, стать причесанным ближе к финансовым потокам. О хаосе в руководстве российской армии свидетельствуют и утилизация в Украине командира Чебаркульского гарнизона, командира 4-й мотострелковой бригады, полковника Вячеслава Макарова и его зама, полковника Бравко. Как сообщает РосСМИ, первый руководил боем в районе села Красное, второй отражал атаку в Бахмуте. Это говорит о потере управления. Обычно командиры такого ранга, они находятся за зоной действия артиллерии. То есть там километрах 50-40 от линии столкновения и свои там приказы управления они производят удаленно. О чем это говорит? О потере управления. Либо просто банально не работали коммуникации. Были заглушены украинской армией средствами радиоэлектронной борьбы. Либо, что более вероятно, просто передовые отряды отказывались выполнять приказы. И, соответственно, потребовалось присутствие комбрига непосредственной близости к этим передовым отрядам, чтобы заставлять их идти в атаку. Каков предел терпения россиян? Теперь с новым вооружением от союзников украинские военные смогут поражать цели на расстояниях до сих пор недоступных. А значит количество двухсотых оккупантов будет увеличиваться. В прогрессе. В то, что Путин не успокоится, уже согласились даже западные эксперты. А значит война продолжается. На экранах, в сводках Минобороны, так называемая СВО достигает целей деноцификации. Правда, расистка России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова